Здравствуйте! В эфире телеканала Север Новости. И с вами я, Иван Никонов. Сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага Российской Федерации. Указ о Дне государственного флага Российской Федерации президент России подписал в 1994 году. Сегодня в Ненецком округе, как и по всей стране, прошли праздничные мероприятия. В центре внимания строительные объекты. Более 200 семей получат благоустроенные квартиры в строящихся жилых домах в Наринмаре и поселке Искателей. Указ о Дне государственного флага Российской Федерации президент России подписал в далеком 1994 году. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Сегодня в Ненецком округе, как и по всей стране, прошли праздничные мероприятия. Полина Семяшкина с самого утра на ногах, ведь у девушки-волонтера сегодня особая миссия – вручать жителям округа главный символ праздника – ленточки Триколор. Я участвую в этой акции первый раз. Для меня это все по-новому. Мы сегодня раздаем ленточки в честь нашего российского флага. И где-то мы раздали более ста ленточек точно. Люди берут флаги, люди поздравляют. Приятно слышать очень поздравления от них. Поздравил жителей региона с праздником и председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Хочется пожелать всем жителям Ненецкого автономного округа крепкого здоровья. А самое главное – понимать, что родина, большая и малая, у нас одна. И мы все должны сделать для того, чтобы гордиться ею. Поэтому наше старшее поколение, наше настоящее, наше будущее, которое заложено в детях, это все объединяет государственную силу, такой как флаг Российской Федерации. В день государственного флага России на улицах Наринмара было оживленно. Ведь для детей и взрослых работали развлекательные площадки. Мы с вами проводим площадку дворового праздника от Молодой Гвардии для детей. В нее включаются игры, эстафеты, конкурсы, сладкие прессы, шмобы, также есть игра в шашки. Кроме того, в рамках федеральной программы «Знаю Россию» проводились соревнования по скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации и ее субъектов. Это очень тяжело. И они очень маленькие, поэтому тяжело их на место вставлять. Задание для настоящих знатоков страны действительно сложное. Собрать карту России максимально быстро, всего за 10 минут. Тех, кто подходит, увы, без специальной подготовки никак. Но мы их зовем в наш центр для практики. В любой момент можно будет попытаться сдать. То есть ребята потренируются, так же пособирать в течение двух-пары дней, трех. Запомнить примерно расположение субъектов и могут попытаться счастья. Есть у них интерес? Много подходит, да? Детей очень много подходит. И люди за 50 лет. Вообще в этот день главного виновника торжества можно увидеть повсюду. Над зданиями всех госучреждений и в руках жителей округа, пришедших на праздник. А ты знаешь сегодня, какой праздник? Не знаю. Пожелаю, наверное, благополучия, мирного неба над головой. Счастья и здоровья, чтобы не было никаких войн между странами. Чтобы было все хорошо. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Прокурор Ненинского округа Николай Егоров поздравил воспитанников Центра содействия семейному устройству «Наш дом» с Днем российского триколора. А также вручил в подарок книги, иллюстрированные известной художницей Надеждой Вуучейской. В свой визит в Центр содействия семейному устройству «Наш дом» Николай Егоров начал с общения с детьми, после чего осмотрел условия проживания воспитанников. Защита семьи, материнства и детства – одна из приоритетных задач прокуратуры округа. На контроле также находятся вопросы обеспечения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, реализация права на образование, обеспечение лекарственными препаратами и вопросы организации летнего отдыха. Самое главное в летнем отдыхе – это безопасность, чтобы эти мероприятия проходили интересно. Знаем, что вы отдыхали в разных регионах Российской Федерации, в Ивановской области, Ярославской и на Черном море. По информации, которая поступила от руководителей детского дома, от медицинского персонала, дети приехали все здоровые, без травм, болезней – это самое главное. Поздравляя детей и работников учреждения с государственным праздником, Николай Егоров немного рассказал об истории Триколора. У нас впервые тот флаг, который мы сейчас с вами видим, который 350 лет назад появился, именно в такой расцветке, он появился в период царствования Алексея Михайловича Романова, царя, и был первоначально он на торговом флоте. И те корабли, которые двигались у нас, они шли под этим флагом и знали, что это принадлежит флаг Российской империи. В завершение встречи Николай Егоров вручил ребятам книги, иллюстрированные Надеждой Выучейской. В свою очередь, известная художница рассказала детям о своем жизненном пути и о том, как правильно изобразить природу родного края. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Сегодня большой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Ангелина Ивановна Тарасова. С 90-летием именинницу поздравляют многочисленные гости. Наш телеканал «Север» тоже присоединился к их числу. В военное время, конечно, было страшно. Бомбили очень, потому что близко Москва и выход в море. Так очень хотел именинница захватить Архангельск. В годы войны Ангелина Ивановна служила в гидрографическом отделении Беломорской военной флотилии. Хрупкая девушка в составе одной из бригад разгружала корабли с военной техникой и снаряжением. А после службы несла ночные дежурства на крышах домов родного Архангельска. Во время налета вражеской авиации на город тушила фугасные снаряды. У нас в каждом доме была вода, песок. И мы где чего, с чего идем. А если у кого сильнее горит. Когда война закончилась, Ангелина Тарасова переехала в Наринмар. Более 40 лет своей трудовой деятельности она посвятила Наринмарскому морскому порту. Сегодня именинница встречает у себя в доме многочисленных гостей. Приехали поздравить юбиляра со столь знаменательным юбилеем председатель собрания депутатов Ненинского автономного округа Александр Лутовинов, заместитель главы региона Михаил Васильев, представители мэрии и исполнительных органов власти. Когда важные гости уйдут, ближайшая подруга Ангелина Ивановна, Эмма Андреевна, Ершова распечатает конверт из Кремля и в семейной обстановке зачитает письмо от президента Российской Федерации. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества. Несмотря на трудную, насыщенную боевым и трудовым прошлым жизнь, Ангелина Ивановна в превосходной физической форме. На вопрос, в чем секрет ее долголетия, именинница отвечает. Здоровье дало мне. Еще много спортом занималась, конечно, я. И бег, и на лыжах, и прыжки в длину, и в высоту. Поэтому еще мне так много дало здоровья. Спортом-то много занималась. Здоровья вам, уважаемый наш юбиляр бодрости, внимания и любви со стороны окружающих. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». 21 августа во всем мире отмечался Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне в Наринмаре прошли полномасштабные антитеррористические учения. 20 и 21 августа оперативным штабом в Ненецком округе проведено плановое антитеррористическое учение по пресечению условного террористического акта и освобождению заложников в местах массового пребывания людей. Данное учение проводилось в целях совершенствования системы мер по противодействию терроризму в Ненецком округе и поддержанию высокой степени готовности штаба, привлекаемых сил и средств к эффективному пресечению возможных террористических актов. В мероприятии были задействованы территориальные подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, Центра специальной связи и информации ФСО, а также должностные лица органов исполнительной власти округа. Согласно сценарию учения, в преддверии Дня знаний группой неустановленных вооруженных лиц был осуществлен захват заложников в школе номер 2 города Наринмара, где в это время шла подготовка к новому учебному году. В результате в руках террористов, выдвинувших ряд политических требований, в заложниках оказались педагоги, рабочие и посетители образовательного учреждения. Сообщение о захвате поступило в дежурную часть УМВД от одного из преподавателей. В экстренном порядке был собран оперативный штаб. Предприняты первоочередные меры по пресечению террористического акта. С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом в Денинском округе на практике отработаны учебные вопросы организации проведения контртеррористической операции, в том числе по нейтрализации террористов. В ходе учения отработаны действия по освобождению заложников, оказанию первоочередной медицинской помощи пострадавшим от террористического акта лицам, а также по ликвидации последствий совершенного преступления. Учение проведено в режиме реального времени. Специалисты задействованных подразделений грамотно выполнили поставленные руководством штаба задачи. Показав при этом отличную подготовку и высокий уровень взаимодействия. В ходе учения отрабатывались вопросы взаимодействия федеральных структур и служб, в том числе межрегиональные взаимодействия. Результаты учения показали, что группировка силы и средств оперативного штаба в Денинском автономном округе, состоящая из сил и средств управления Федеральной службы войск национальной гвардии, регионального управления Федеральной службы безопасности МВД и других структур, готова к решению стоящих перед ними задач. Условный теракт был ликвидирован, все стоящие перед учениями задачи были решены. Пресс-служба регионального управления ФСБ России по Архангельской области, пресс-служба МВД России по Ненинскому округу, ВТРК «Поморье», Телеканал «Север», Наринмар, Ненинский автономный округ. В телевизионном радиоэфире Государственного бюджетного учреждения Ненинская телерадиовещательная компания продолжается предвыборная агитация кандидатов в депутаты собрания Ненинского автономного округа на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу «Градецкий». Эфирное время кандидатам в депутаты собрания депутатов Ненинского округа 28-го созыва в соответствии с российским законодательством предоставляется в равных долях, на бесплатной основе. Помимо размещения индивидуальных предвыборных роликов и выступлений, кандидаты имеют право встретиться на дебатах и высказать свою личную позицию по тому или иному вопросу. Первые дебаты, согласно жеребьевке, состоялись в эфире радио «Север.ФМ» и телеканала «Север.Сегодня». В них приняли участие зарегистрированные кандидаты от политических партий КПРФ и ЛДПР – Татьяна Антипина и Андрей Жинь. У каждого кандидата было по 10 минут эфирного времени. Чтобы ответить на 5 вопросов модератора. Вы приняли решение участвовать в выборах в собрании депутатов Ненинского округа. Чем это решение было продиктовано? Следующие дебаты кандидатов выйдут в эфир 29 августа и 5 сентября. Напомню, участие в дополнительных выборах в собрании депутатов Ненинского округа 28-го созыва на избирательном участке Городецкий принимает 5 кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Среди них также Ирина Айдулина – партия Коммунисты России, Марина Банникова – партия Родина, Андрей Попов – политическая партия Единая Россия. До выбора проходят в связи с назначением депутата собрания Риммы Галушиной, членом Совета Федерации Федерального Собрания. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. В настоящее время в Ненинском округе строятся сразу несколько многоквартирных жилых домов. Согласно срокам исполнения контрактов, часть из них введут в эксплуатацию уже в текущем году. Ряд объектов находится еще на нулевом цикле. Наша съемочная группа вместе с представителями заказчика строительных работ и регионального департамента строительства ЖКХ транспорта и энергетики смогла оценить качество и темпы строек в городе Наринмаре и поселке Искателей. Осмотр строящихся объектов начали с поселка Искателей. Возведение 39-ти квартирного дома по улице Рассихина и 95-ти квартирного по улице Строителей началось в начале лета. Сейчас здесь идут работы по монтажу стеновых панелей, которые завершатся на следующей неделе. Сокольный этаж дома на улице Строителей готов на две трети. На текущий момент процентов 30 по бетону принято. За два дня планируем закончить бетонные работы по ленте. И после отстоя ленты начнется укладка блока фундамента. В сентябре планируем завершить ниже нуля этап и приступить уже к кирпичной кладке. Дом будет из кирпича, кирпичная облицовочная кладка. Всего в ходе рабочей поездки по строительным объектам специалисты профильного департамента осмотрели 12 строящихся домов. Среди них 41-квартирный дом на пересечении улиц Полярной и Пырерка, который возводит компания «Верса-М». Срок сдачи объекта – конец этого года. Выполняем работы по прокладке канализации дополнительно. Согласования прошли по теплосетям, по газосетям. Единственное, есть вопрос с кабелем. Но, я думаю, мы вот уже решили. По инженерным сетям, когда планируете закончить? Ну, где-то тоже, это тоже где-то сентябрь, середина сетей. То есть инженерные сети у вас? Канализация будет закончена. Значит, на тепло у нас материал есть. То есть, сейчас только, ну, уже решили, в принципе, прокладку сетей. Только закончим канализацию и приступим к сети. Почти все квартиры в строящихся домах искателей и Наринмара будут распределены между различными социальными очередями на жилье. В том числе для переселенцев из ветхого и аварийного жилфонда. Основные квартиры будут выделяться под расселение ветхого и аварийного жилья. Но в том числе будут предусматриваться ряд квартир под детей-сирот и под спецжилфонд в случае, если у нас будут специалисты крайне востребованного округа, это больше касается медицинских работников. Особое внимание окружные власти уделяют 10-секционному дому по улице авиаторов, который подрядчик должен был сдать в декабре прошлого года. На данный момент на 6, 7, 8, 9 секциях идет подготовка к отделочным работам. На этой секции стукатурено уже три этажа. Работы ведутся дополнительно еще на двух этажах. Буквально закончат через неделю, переходят. На оставшиеся на первый и второй этаж. Плюс параллельно после подсыхания начнутся уже малярные работы. На 10-й секции пока полным ходом идет только заливка полов. Всего на строительстве этого дома занято больше ста человек. Сдать объект подрядчики должны до конца этого года. Мы вписываемся в график. То есть я думаю, что мы впишемся и 7-ю и 6-ю секцию зайдем вовремя. Что касается 8-й, 9-й, 10-й, то у нас она по графику идет уже конец сентября. Я надеюсь, что тоже впишемся. То есть ресурс есть, люди есть, процесс идет. Работаем с одним выходным в воскресенье. Всем необходимым материалом мы обеспечены. К концу сентября строители планируют также благоустроить и двор дома, уложить плитку и провести озеленение. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север». В рамках празднования 90-летнего юбилея Ненецкого автономного округа организаторы праздничных мероприятий предлагают жителям региона поучаствовать в различных конкурсах. Один из них – «Краса НАУ». Название говорит само за себя. Конкурс «Краса НАУ» проводится в режиме онлайн. Его участниками могут стать только представительницы прекрасной половины человечества. Девушки и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Организатор конкурса – Дворец культуры Арктика. Советуют поспешить, поскольку заявки для участия в интернет-конкурсе принимаются до 1 сентября. Основной его целью является культивирование достойного образа женского идеала, гармонично сочетающего в себе как красоту, так и нравственные духовные качества. Сбор заявок на данный конкурс производится до 1 сентября. Так как это интернет-конкурс, присутствие необязательно. Соответственно, все, что нужно – это заявка и две фотографии в хорошем разрешении. Это фотография в «Анфас» с улыбкой и в полный рост. «Красу НАУ» определяют с помощью онлайн-голосования, в котором могут принять участие все желающие. Каждая участница конкурса получит диплом и специальный приз от организаторов. Церемония награждения пройдет 15 сентября. Спасибо за внимание. На сегодня это вся информация. Далее смотрите прогноз погоды. А спонсором прогноза погоды является компания «Ямагучи». Продолжение следует...